Сейчас потренируемся. Сделаем место на странице 333, под таблицей, упражнение шестое, где надо понять, в каком времени, какого накладнения, завительного или сослагательного, спрягать, надо спрягать данный глагол в скобках, чтобы заполнить приложение. Поэтому здесь, как и в прошлый раз, лучше сначала переводить, чтобы понять смысл. Потому как раз мы должны обращать внимание на значение, на смысл предаточного приложения. Если значение предаточного приложения, это опять цель, уступка, условия, исключения или требования, глагол спрягается в сослагательном наглонении. Если значение не такое, ни одного из этих, тогда глагол спрягаем или завительное наглонение. Попробуем. Ольга. Сразу переводить? Лучше так. Или басы. Чтобы он понял, в чем ваша проблема, нужно рассказать ему все. Бен. А здесь значение предаточного приложения какое? Чтобы. Ну, цель, но что-то. Вот. Бен. Поэтому перкедуй каписка, против острою проблему, доветтеру контарди пилпто. Верно. Ну и что, каписко? Каписка. Если. Каписко это я понимаю. А чтобы понять. Аура продолжает. Минуточку, минуточку. Ирина пришла, поэтому сейчас это ее очередь. Бен. Не терпится ли тебе? Лаура все-таки. Лаура все-таки. Лаура все-таки. Много есть. Так. Сейчас. 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 Подождите. Хотя. Хотя. Джатропа. Да. Ну да. Слишком большая девочка. Да. Это уступка себе. Бен. А вот тут одно подлежащее не. Но, но здесь ни при чем. Это только когда это целое оно подлежащее. Это вообще, конечно. Это да. Это жестко. Лаура все-таки. Се-бене. Си-а. Си-а. хотя у нее есть у нее есть что хочет в сфере аренда никогда не успокоен недовольно капризная девушка Но благодаря на то, что она имеет все, тут, наверное, изъязвитель? Нет, потому что это уступка. Судя по всему, она должна быть удовольна, у него есть все, она позволяет себе, уступает себе нерадость, несмотря на то, что у него есть все. Это уступка. Тем более, что предательное предложение начинается с этого слова. Бенкет, как я... Абия. Абия, бен. Адам. Прего, Жанна. Ищем девушку, которая пишет... Уметь, ну, уметь, учет на машинке. Бен. Это точно объявление. Скорее всего, найдется. Хотя уже не очень актуально. Он же все увидит. Скорее всего, найдется. Но не важно, что это, скорее всего, осуществится. Важно, что это требование. Бен. Сапия, сапия. Вот, как и здесь, сапия. Бен. Прего, Наталья. Я должен купить квартиру, потому что не использую... Но, у меня не получилось... А, у меня не получилось... Снег... Найти, ну, в аренду. А, смех в аренду, конечно. Бен. А здесь, как это значит, что на проложение? Потому что... Ну, потому что... Причина, 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 да. И причина, что требует? Требует и созвлагательное, или завитальное наглядение? Не знаю. Посмотри на первый раздель. Потому что, да, это... Причина, это извинительное. Точно. Поэтому, как перевести по-итальянски? У меня не получилось... У меня не получилось, не получается. Требезно. А, не получилось? Да. В смысле, прошедшее время? Да. Но, а... Ну, а... Ну, у... Ну, а... Риуссире, это практика другого глагола. По которому я говорю, ушсире. У глагола... Ну, 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 ну... Си. Резко. Риуссито. 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 В настоящем время я не слышу, потому что глухой. А есть причина прошлого, я не слышу, потому что отрезали у меня уши. Что такое уши? Решили, это получаться. А, выходи. Не вышла. Да, да, да. Хорошо, Настя. Стою. Андрей Макина, как говорится, почему вы обещали посмотреть на странице? Не обещали. Обещали? Не обещали. Что указывает? Давай переводи. Отчетать это глагол первого спряжения. Ты посмотри на таблицу. Будет у нас отчетти. Вот. А куда удаление? Отчетти. Отчетти. А, ну хорошо. Я поеду в машине с Луиджи, только в условии, что... Он согласится. Разделить покупки? Не покупки. Трати. А, трати. Спендеры. Ладно, что спеза это покупки, но спендеры значит трати, и поэтому первое значение существенно спеза это расход, трата. Алло, здрасте. Ты согласилась бы поехать куда-то с другом, который заставил тебе платить за бензин только тебе за дорогу? Мы же не знаем, чьи машины... Вот, вот. Только ты же, я соглашусь, только при условии, что будем делить... Здесь не говорится, чья машина. Рейсинство. Не важно. А зачем Луиджи, значит, Луиджи Тасяк? Я не хочу, чтобы она халяву, если со мной. Если машина моя. Нет, а если машина его, и он согласился не разделять траты, то вообще замечательно. Вот. Да, я так же подумала. Нет, меня везут, и еще как бы что-то платить. Седьмое Юлия. Только здесь у нас есть «анкесе», «даже если». Смотрите, короче, это сделаю я, потому что объясняю вам, уже разрешу задачу. «анкесе», «даже если». Это тоже один способ, который выражает уступку. Даже если это примерно, как сказать, «хотя». Но это единственный способ, чтобы указывать на уступку, который не требует созлагательного наклонения, а из-за видения. И помните, что в первом моменте использования созлагательного наклонения, мы знаем, что глаголи, которые указывают на субъективность, требуют созлагательного наклонения, «и росси вяжут много, даже если их экономическая ситуация не хорошая». Но обратите внимание, достаточно, чтобы заменять, «анкесе» и не им способ, чтобы указывать на уступку, и уже требуется созлагательное наклонение. Например, «и сеньори росси вяжут много», «анкесе», «анкесе», «постите», «бенкэ» «ла лоро ситуация экономика нон сия буона». А «боно сия»? Хорошая. Хорошая. «Сия» – это спряжение глагола «эксеры», «анкесе», «боно». Вместо того, как писать «анкесе» пишем, допустим, «бенкэ» либо «себене», то есть «хотя», это уже стерно. Но здесь я написал разные способы, чтобы сказать указанную уступку. Записал ты это? Б. Если мы используем один из этих способов, тогда требуется созлагательное наклонение. Потому что, когда значение предаточного предложения – это уступка, «лагос» предлагается созлагательное наклонение. Но есть исключение. «анкесе», несмотря на то, что указанную уступку, требует и заявительное наклонение. Но это повторим, потому что это встречаем еще раз в третьей таблице. Дальше. Поэтому, Юлия, возьмой. «Мива, бене, коэнсия сикозагавери, баста ки толире ласэте». «Толире ласэте» – это уколять жажду? Правда. «Я выпью все что угодно, лишь бы утоляла жажду». «Бен». «А при условии баста ки…» «Се». «Толга». «Толга, бене». «Толга ласэте». «Толга ласэте». «Бен». «Толга ласэте». «Сослагательные». «Баста ки». «Сослагательные». «Указывает на условия». «Баста ки, но ностанте ки, пур ки». «Пу ки». «Толга ласэте». «Толга ласэте». Тебе нужно выбрать работу, которая от тебя оставит достаточно времени для семьи. Тебе нужно выбрать работу, которая оставит достаточно времени для семьи. Хорошо. Ирина, десятое. Возьмем такси. Не заставляя Карло встретить нас на станции. Почему встретить? Там же ждать. Ждать нас значит он встретит нас. Ах, когда хотите, ждать нас на станции. Не ждать случайно, встретить. Главное что ли ехать? Ну, короче, без того, чтобы Карл стал нас на станции. Без того, чтобы Карл стал нас на станции. Ключевое слово. Без. Поэтому? Так, чтобы он нас не ждал. Ну, или так, да. Ну, без того, так тоже можно сказать. Без того, лучше с точки зрения нашей грамматики. Без. Ключевое слово, значит, включение. Это как это, подстрочник. Ну, на итальянском, а по-русски, но еще по-другому. Без проблем. Ой, 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 ой. Знаешь, если были совершенно параллельные языки, знаешь, вы бы сейчас гуляли, а не занимались. Ах, окей. Алло, короче, Ирина, как заполняется приложение? Депо. Си? Вениры. Си. Адоспитачи анастезиона. Густа. Окей. Густа.